Агроном в каждый дом Уважаемые садоводы и огородники, в нашей теплице появились такие вот прекрасные сходы редиса. При появлении первого настоящего листочка проводится обычно формирование густоты стояния редиса. Но так как мы сеяли редис через 2-1,5 см, густота стояния растений оптимальная. Пока ничего мы не удаляем. Удалим только те растения, которые при появлении сходов немножко имеют изогнутый стебель. Вот такие растения мы удалили. Уход за редисом заключается в поддержании влажностного режима. Обязательно поливаем всходы редиса. Если погода жаркая стоит, быстро сохнет, то поливать желательно и утром, и вечером. Если погода недостаточная, имеет невысокую температуру, и поверхность почвы сохнет небыстро, то можно поливать ежедневно или через день. После полива почва у нас увлажненная. Чтобы не было корки на поверхности почвы, мы обязательно рыхлим. Когда провели рыхление, улучшается воздушный режим, и воздух лучше проникает в корневой системе редиса, и редис растет лучше. После того, как разовьется первый или второй настоящий листочек, можно провести одну подконку. Для того, чтобы редис был более здоровый, не повреждался никакими вредителями, поверхность листьев посыпать золой. Также необходимо соблюдать температурный режим. Вот редис хорошо растет сейчас в осенний период, когда длинный световой день, он быстро зацветает. А сейчас, в осенний период, день стал короче, и редис будет лучше формировать корнеплод, а не образовывать цветоносный побег. Температуру обязательно теплицы поддерживаем днем. От плюс 18 до плюс 22 градусов днем, и ночью не ниже 12 градусов. Субтитры сделал DimaTorzok